То есть когда человек становится участником вот этих иллюзорных игр сознания, то в нём самом будут присутствовать и сомнения, и страхи? Сомнения, страхи — это всё всегда идёт от сознания. Ведь сознание не воспринимает духовно. Почему её привлекает магия? Это то, что выходит за рамки понимания её. Вот здесь проявилось, вот так случилось и тому подобное. Настоящая магия, она проявляется совершенно по-другому. И для сознания она практически незаметна. И сознание воспринимает её, как естественные процессы. Вот это настоящее магия. Но и ей не стоит уделять внимания. А страхи и сомнения — это всё от ума, от сознания, оно должно сомневаться. А ты не живи, живи духовным, и всё. Когда человек начинает жить духовным, исчезают буквально все страхи, которые есть в Мире материальном. Почему? Потому что ты прекрасно понимаешь, что это иллюзия. Ты ведь не переживаешь, утром встал, вот если тебе приснился сон, вот тогда вот человеку приснился сон. Он просыпается, с утра он переживает этот сон, пока не отвлёкся. Отлёкся, сон утратил ценность. Ну вот так и жизнь здесь, существование это всё. Это всего лишь временная иллюзия, которая очень быстро проходит. Об этом можно много говорить, но это в действительности понимается лишь тогда, когда начинаешь жить. Тут система, конечно, очень активно пиарит в людской среде вот эту привлекательность магии. Конечно, исходя из своих интересов. Но вот многие люди, находясь под влиянием своего сознания, относятся к этому очень беспечно. Просто они не понимают всю губительность магии, её жёсткие последствия для них, потому что это есть прямая дорога в субличность, это подпитка системы. Люди просто не понимают, что даже сам соблазн обладать или желать этого — это просто прямая дорога в ад. Вы правильно заметили, даже желание обладать магическими способностями — это уже далеко от духовного. Почему? Потому что желание обладать магическими способностями — это уже тайное желание обладать властью. А властью всегда стремится обладать только сознание, ну скажем так, система через сознание. И вот оно всё выстраивает для того, чтобы иметь власть. Если оно не может, скажем, иметь власть над другим сознанием или чем-то другим, то оно обретает эту власть над Личностью. И всё делает для того, чтобы больше и больше приобретать этой власти. Поэтому оно жаждет. Система как таковая, она всегда стремится особенно к духовным тайнам. Для чего? Для того чтобы хотя бы пролонгировать своё существование. Не то чтобы обрести Жизнь вечную, хотя оно стремится к этому и жаждет этого. Потому что понимает скоротечность времени, так как система, она очень разумна, и она себя воспринимает как «я», почему и противопоставляет себя Богу. Но заметьте, многие задают вопрос, а почему система ведь понимает, что она… ну как разумное существо, да? Она понимает, что она смертная. А почему она продолжает навязывать себя и противопоставлять Богу, а не пойдёт на примирение или ещё что-то, и сохранит жизнь? Ну во-первых, это антипод, она никогда не может пойти на примирение, потому что она создана для этого. Это первое. И второе. А как поступают люди? Ведь человек, чуть-чуть обретя хоть какой-то навык или хоть какую-то малость власти, он продолжает себя позиционировать и рассказывать, да? Вот мы многих знаем движение, люди, которые, ну скажем так, даже автогенную тренировку не могут сделать, но они бегают и рассказывают, что они уже бодхисаттвы и тому подобное, другим людям. Ну для чего? Потому что им важно, чтобы о них так думали, так считали. Так и система. Абсолютно точно так же она поступает. Она навязывает Личности восприятие себя как Бога. И она творит, она показывает и действительно излечивает от болезни, может нарушить даже все законы собой же сформированные, проявить метафизические различные явления. Ну для чего? Для того, чтобы казаться в глазах даже такого никчёмного существа, как человек, по сравнению с системой, казаться Богом. Ведь люди точно так же поступают. Вот здесь и есть как раз фрактальное повторение — малого от большого. Вот интересно, насколько шаблонно действует сознание. Вот Вы сейчас, Игорь Михайлович, упомянули о людях, которые превозносят себя над другими, но при этом сами они не работают над собой. И вот сознание, оно сразу в мыслях акцентирует твоё внимание, конкретизирует на каких-то людях, людях, которых ты знаешь в своём городе, в своей стране. Но об этих людях не знают другие люди, например, люди, проживающие в других странах. И вот так каждому оно рисует свою иллюзию от собственной гордыни и какого-то местечкового противостояния, причём надуманного, от его же сознания. То есть у одного — это Петя, у другого — это Ванг, а у третьего будет, например, Джон. То есть сознание вкладывает каждому уже свой готовый ответ от гордыни. Вот то, о чём говорила Жанна. Но если выйти из точки сужения сознания, то ты уже видишь глобальную ситуацию, ситуацию, в которой нет места твоей гордыни. А ситуация заключается в том, что ты понимаешь, как система вообще шаблонно действует в веках. Она вот таким вот способом, через человеческие хочучки от гордыни, через желание власти, внедряется в привнесённое учение, в то, что едино от Мира Духовного. И система вот всё это разделяет, разделяет единое на множество и превращает в подконтрольные ей течения религии со своими авторитетами, со своими запятыми и всё той же своей жаждой власти. Вот как вы и говорили, что всё фрактально повторяется. То есть какая разница, какие люди это делают? Они просто в данный момент служат прихотям своего сознания, а значит, исполняют волю системы. Но ты-то где в этот момент? Потому что у системы сегодня одни проводники, завтра другие — те, которые на самом деле жаждут власти и называют себя, к примеру, святыми. Во всяком случае, они очень хотят, чтобы их таковыми считали люди. Но глобально-то суть не в конкретных людях, а в системе, в том, как она действует. И зная об этом, ты уже понимаешь это и обращаешь внимание на собственное сознание, на свои реакции. Ты во внешнем, в конфликте, в разъединении. Тебе сознание рисует очередного врага? Или ты чувствуешь правду? Видишь глобальное проявление системы и не поддаёшься на её провокации? Вот ты задаёшь себе вопрос, а кому ты сейчас служишь? Где сейчас твоё внимание? Чувствуешь ли ты духовный мир в себе? Что ты сейчас в себе взращиваешь? То есть когда в тебе доминирует сознание, то в тебе взращивается в этот момент что? Ну вот как раз-таки и взращивается гордыня, мания величия, жажда власти. Ну и ты просто вкладываешь силу своего внимания, получается, в эти игры сознания. Причём каждого зацикливает на своей какой-то игре, да? Одного на фанатизме какой-то религии, другого в магии, третьего, кто вообще отрицает и религию, и магию, зацикливает в науке, например, и так далее. Сатана хитёр. Не хочешь Бога, не хочешь магии — ну вот тебе наука, а чем не отвлечение? Главное, чтобы ты вкладывал своё внимание в материальное и временное. И покуда ты думаешь, покуда ты эксплуатируешь — сатана живой. А когда он тебя воспитывает эгоистом с чувством гордыни, превосходства, и вот чем больше у тебя гордости, тем больше ты раб. Как ни крути, но это так. Чем больше ты себя превозносишь в своих мыслях и считаешь себя превыше всех, тем ниже всех ты становишься, потому что ты становишься действительно рабом, манипулируемым, управляемым сатаной. Когда ты кого-то хулишь, ты есть раб. Это естественно. Да. И вот сознания людей постоянно хулят друг друга за какой-то внешний выбор, за какое-то очередное внешнее отделение. И люди столько сил и нервов тратят, ругаются, что-то кому-то доказывают полжизни. А в результате и проходит это время, и что-то меняется во внешнем. Тоже тело стареет, возможности утрачиваются. И вот люди чувствуют в этот момент, что, ну по сути, снова обман, снова разочарование. И в итоге внутри пусто, и люди несчастные. Совершенно правильно. А всё же на самом деле просто «не служи системе». На самом деле сознание человека, оно, как бы мы его не превозносили, оно очень примитивно. Ну если сравнивать с современными технологиями, это как первый пентиум. Просто у него есть самоассоциация с свободой некой или самоидентификацией «я», скажем так. Ну и дали чуть-чуть свободы и права выбора, и всё, и оно начинает агрессивничать. Но это же мнимое право выбора. На самом деле сознание, оно ничего не выбирает, это всё прописные программы. Выбирает Личность из тех программ, которые ему подсовывает сознание. Ну подсовывает она ему опять-таки шаблоны по списку, можно сказать. Настолько всё банально и просто. Ну ничего мало. Действительно, из века в век одно и то же. Одни и те же мысли в сознании человека, которые искушают его, которые манипулируют им. И столько много примеров в литературе, особенно в религиозной литературе, когда одни и те же явления просто назывались разными понятиями. В том же Зорострезме они просто назывались девами, в мусульманстве эти же явления назывались джиннами, в том же христианстве бесами или демонами страсти, гордыни, желаний. Демоны просто раньше называли… А мы сейчас можем говорить другим языком, языком IT-технологий, мы можем называть это программой. Почему? Опять-таки всё-таки это полевые структуры, сознание и всё остальное. Это ближе к пониманию, современному человеку проще. Это полевые структуры, программы, которые попадают нам в наше сознание, вот они распечатываются, как в компьютере, и они начинают работать. Вот мы посмотрели на них, скажем так, сосредоточили своё внимание или вложили силу своего внимания, мы произвели действие, мы активировали эту программу, и она начинает работать всего лишь на все. Ну а представь, как раньше можно было объяснить это людям. Ну девы, некие существа, которые были, вот которые… они невидимы, но они приходят, они тебя соблазняют. Но это всего лишь слова опять-таки. Пройдёт время, будут называть по-другому, но смысл в том, что ничего не меняется. Суть-то остаётся такая — не ты руководишь этим процессом, тобой руководят. И разницы нет. С помощью какой-то вирусной программы или с помощью какого-то там ДЭВа, который тебя соблазняет, она говорит, что ты соблазняешься. А раз ты соблазняешься, значит, ты раб. Но имея Знание, можно же жить по-другому. Нужно жить по-другому. Вообще для того, чтобы жить, нужно действовать по-другому. Сознание должно подчиняться. От этого ничего не меняется. Видишь, опять мы вернулись к тому, что вот многие люди не понимают, как это вот я буду контролировать сознание, как же я смогу вести машину, это мне что, не думать? Да нет. И машина ведётся, и Жизнь… Просто она становится прекрасней и интересней, потому что начинается Жизнь там, в Мире Духовном, скажем, пребывая ещё в теле, а сознание становится легкоуправляемым, манипулируемым. Так как компьютер. Скажем, ты стал умнее, а компьютеры у тебя старые, программы защитные стоят старенькие, и всё равно у него лезут всякие вирусы, ну всякие программы, которые ты не хочешь. Ну это же компьютер, не обязательно же тебе распечатать то, что он показывает, правильно? Ну вот вылезла какая-то картинка, которая тебя соблазнит, ты же прекрасно знаешь, что её распечатаешь, сейчас зависнет компьютер надолго. Ну зачем тебе её вот это вот раскрывать там? Ну отложил, закрыл, пошёл дальше работать. Всё легко и просто. Тоже интересный момент. Получается, что Личность обладает вот этой свободой выбора, ну в принципе, на которую система и не может повлиять. Но в последнее время наблюдается действие системы в чём? В том, что она просто предлагает человеку поверить, что у него нет этой свободы выбора. Ну да, и мы только что как раз озвучили наглядный пример о научных экспериментах и выводах, что сознание принимает решение гораздо раньше, чем человек вообще его озвучивает. И это заявление учёных, оно же сейчас очень активно пиарится и в СМИ. Ну и какие выводы при этом сделает сознание обывателя? Вот какие мысли у него вообще возникнут, когда ему преподносится вот такая однобокая информация от системы, когда не объясняется суть? Возникла мысль… Что ты раб и у тебя нет выхода. Ведь в действительности давайте понаблюдаем, когда этот процесс начался. Совсем недавно утверждалось, что духовный мир не существует, и это всего лишь пережиток прошлого, всего лишь рудимент сознания от прошлых заблуждений. Система действительно, она начала как-то интенсивно одолять людей от понимания духовного мира, вот о чём она вещала в сознании людей в последние столетия. Получается, что люди спорили, ну в рамках мировоззрения системы животного разума, материя первична, а сознание вторична или же наоборот? Ну материя всегда стремится доминировать и навязывать свою первичность, особенно над Миром Духовным. Она предлагает, вернее, вкладывает в сознание людей, что материя образует всё в этом мире, и весь мир состоит исключительно из материи. Да, и можно сказать, что как раз с этого начинается учебник по философии в любом высшем учебном заведении, что якобы материя образует единство мира. Вот со всей этой высокопарной философией от сознания — материализма, идеализма и тому подобного. Пройдя курс обучения, люди, как правило, просто так и не понимают вот эту всю философию, потому что она идёт от ума, она только пытается затронуть духовные вопросы. Но почему так происходит? Потому что это идёт обыкновенная игра системы. От сознания многократно усложняется простое, нагнетается значимость на пустом, и возникает у людей сложность восприятия. Потому что у тех, кто писал под диктовку сознания эту философию, просто нет понимания сути духовного. Ну и поэтому возникает бесконечное рассуждение о главном вместо практики, и именно поэтому усложняется простое. Но это не от того, что люди плохие. Просто система пытается таким образом внедрить в понимание человека, что материя якобы первична. Вместо того, чтобы человеку духовно совершенствоваться, он просто бесконечно об этом рассуждает вот этими высокими категориями. Вот получается, что такая игра от системы, во что ты мне поверишь, да? В диалектический материализм или идеализм. Для следующих поколений она ещё что-то выдумает. Ну а как же? У неё функция такая — выдумывать всё новое. Но во всём этом она будет сравнивать себя с Духовным миром. Но вот почерк её, он получается очень шаблонен и узнаваем. Вот, например, как здесь. Получается, что и в том, и в другом случае система пиарила себя же, просто присваивая себе качество Мира Духовного. Вот то, что вы говорили, что система всегда стремится стать Богом для человека. И вот такой пример простой, когда качество Духовного мира про то, что он вечен и бесконечен… В материализме то же самое система навязывает о себе. Вот то же самое она говорит о материи, которая на самом деле и смертна, и конечна. И вот система утверждает, что якобы в мире нет ничего, кроме разных состояний материи, и что именно материя образует единство всей картины мира. А на самом же деле издревле людям было известно, что Бог един, и что источником всего является Духовный мир. Да, и получается, что система на этом себя как пиарит. Она пожирает внимание за счёт того, что перекручивает информацию от Источника Духовного. То есть она как пересмешник. Но все вот эти накруты, которые идут от системы, они очень чувствуются. И они чувствуются как пустое. Потому что когда у тебя есть действительно практика в духовном развитии, вот тогда ты точно чувствуешь, вот ты знаешь, где настоящее от Духовного идёт, ну а где просто пустое от системы. Да, или вот такой пример, что тот, кто живёт Духовным миром, он понимает, что начальная ступень познания Духовного мира — это чувственное восприятие, это восприятие глубинными чувствами. И вот система, она очень примитивно переделывает это на себя. Вот она больше привязывает к телесным ощущениям. Мол, после чувственного уже восприятия будет тебе какая-то более высшая ступень от системы. Какой-то уровень абстрактно-логического мышления вместо восприятия глубинными чувствами, которое сознание ну просто не понимает. И вот то же самое и когда смотреть на восприятие мира от системы, но уже через призму идеализма, где подчёркивается как раз-таки активная роль сознания. Вот утверждается, что сознание конструирует мир. Вот какой-то напускается такой мистицизм сознания. По сути, просто магия. У системы всегда две крайности, как в качелях. Либо железная логика от гордыни, либо панический страх мистицизма от незнания — это нормально. Да, и вот система, она пытается провести какие-то параллели, сравнивая себя с Духом. И опять-таки упор делается на что? На сознание, на логику. Например, вещает о том, что человеческое сознание развивается путём преодоления телесной оболочки, как самопознание абсолютного Духа. Вот ключевое, что человеческое сознание, а не Личность, как Дух. Вот весь идеализм построен, можно сказать, на новой версии умозаключений для современников, но на основе сознания философов, древних греков, римлян, как раз вот тех, кого вы упомянули в начале передачи, кто искал магию, а не духовный путь. Для системы всегда Высшее Духовное — это магия, потому что она ограничена в этом понимании. А в духовное познание, конечно же, ей путь закрыт. И вот как вы правильно заметили, через сознание, через говорильню в голове познать на практике Духовный мир невозможно. Потому что возможно это, конечно, только через чувственное, глубинное восприятие. Но когда ты знаешь вот эти духовные ключи, то ты начинаешь уже понимать, вот в чём скрыт подвох от системы. Вся запутанность и сложность — это просто признак работы сознания, это игры системы. А духовного, настоящего, практического Знания, ну здесь просто заведомо нет. Потому что духовный путь, он всегда прост, а у сознания всегда многосложное и пустое говорение. Принцип работы системы — сознание. И вот уже возвращаясь к науке, просто становится понятно, откуда такие установки от системы. Вот если ты идёшь в науку, то ты должен обязательно быть согласен на уровне мировоззрения твоего сознания именно с политической установкой прошлых веков, с материализмом. Вот с тем, что сознание — есть функция мозга, отражение объективного мира. Иначе вот начиная с XIX века так стало и так есть и сейчас, что никто тебя с другим мировоззрением в науку просто не пустит. Вот почему вообще возникла такая политическая установка? Ну подобная политическая установка в первую очередь возникла, потому что в XIX веке люди очень близко подошли к такому понятию, как эфир. Эфир сам по себе, он давал бесконечную, скажем, свободную энергию, которая могла бы обеспечить людей просто бесплатно в любом количестве нужной энергии. А это ни в коей мере не входило в интересы сильных мира всего. Потому что на чём же зарабатывать и как же держать людей? Это одна сторона. И другая сторона, что само доказательство существования нечто нематериального, которое создаёт материю, которое даёт энергию, это очень близко к Миру Духовному. Такая параллель, ну это и вызвало напряжение и страх у сильных мира всего, поэтому они ввели запрет на эту тему вообще. Ну и естественно, что мировая элита, конечно, это всё быстро свернула и дала системные политические установки, которые увели цивилизацию в такие дебри материализма, что до сих пор выйти сложно. И конечно же, как следствие, это отразилось и на науке, и на благосостоянии людей, и на духовном развитии, ну и на других факторах. Ну здесь, с одной стороны, вот можно было бы сказать, а как на духовное развитие это может повлиять, да, такие события. Казалось бы, причём здесь бесплатная энергия и духовное развитие. Ничего не мешает, ну в действительности человеку ничего не мешает. Но опять мы упираемся во что? Мы упираемся в сознание. И вот представьте себе простой пример, когда наука развивается в области физики, что она упирается и доказывает то, что существует нечто, нечто запредельное, которое создаёт этот мир, которое даёт эту энергию этому миру. И оказывается, устройство нашего мироздания, совершенно не такое, как нас учили в школе или в университетах, оно намного сложнее. И за ним стоит то, что люди называют Миром Духовным. И сознание не может перечить этому, потому что это правда. Это бы отразилось на духовном развитии? Я думаю, коренным образом отразилось бы. Это бы приблизило всех людей к пониманию того, что существует Мир Духовный, Мир Бога. А раз так, значит, это уже исключает всякое сомнение в сознании того, что есть ли Мир Духовный, нет ли Мира Духовного, ну как бы вопрос закрытый. А здесь он открытый становится. Естественно, что люди бы стали жить по законам духовным, по другим законам, они бы обрели и свободу духовную. И уже кто бы им чего не рассказывал, ну как управлять таким обществом просто, которые стремятся к Миру Духовному, разве их можно столкнуть в соревнованиях, там на обогащение, накопительство или ещё что-то? Ну нельзя. А ненависть развить одних людей к другим, навязать им мысль о Личном превосходстве над другим, когда у Бога все равны? Это бы не получилось. Ну естественно, что это и вызвало массу вопросов и страхов так называемой элиты. Поэтому мы и пользуемся до сих пор углеводородами. Поэтому на сегодняшний день те, кто называет себя учёными, боятся даже заикаться на эту тему. Ну делают вид, будто этого не существует. Вот такая вот система. То есть снова утверждение и установки от системы. Ну просто теперь неудивительно, почему в научной среде повидавшие век учёные-атеисты слишком так стараются глаголить о своих материальных воззрениях. Вопрос только в том, своих ли. Вот так рьяно отстаивают позиции того же материализма, защищают сознание, что вот сознание было, что вот в силу эволюционного развития оно сформировалось, и что всё материальное, и всё происходит в мозге и тому подобное. А другие, кто помоложе, просто вторят им без понимания истинной причины возникновения такого, скажем так, в кавычках «научного мировоззрения». Потому что система действует на предупреждение в сознании людей и, к сожалению, пока не утрачивает свои позиции. Совершенно верно. Давай посмотрим. Правде в глаза. Начали распространяться немножко Знания. И очень много людей начали говорить о другом. И вот, как говорится, по мановению волшебной палочки, в один прекрасный день в голову людей, занимающихся изучением там нейрофизиологии, психологии и тому подобное, стали приходить мысли. А как же так работает наше сознание? А почему это происходит? И вот заметь, всё всегда у сатаны в противовес. Пришли Знания — пришло оправдание. Но оправдание пришло в другом. Получается такое оправдание системы с её подменами в ответ на духовный всплеск и на Знания, которые пришли в этот мир. Да. То есть человек, который начнёт сейчас использовать то, что вот мы говорили, процесс наблюдения за собой, он увидит, что мысли идут. Но ему уже впереди нас бегущие объяснили те же вот девы или программы, которые работают. Они объяснили, что выхода нет. Если ты интересуешься этой темой, то действительно это так. Да, мысли приходят раньше, чем ты подумал, да, ты ими не управляешь. Некоторые учёные, или называют они себя учёными, какая разница. Они столкнулись с этим явлением, стали изучать и говорят, «Нет, дальше мы не пойдём, потому что это пахнет метафизикой и вообще чем-то запредельным». Ну такого быть не может. И они даже отказываются изучать это дальше. Но тем не менее подтверждают, что да, такой феномен есть, что получается человек управляем. Но ты не можешь ничего изменить, потому что, оказывается, ты не обладаешь никакой волей. Ты исполняешь чью-то волю, которая приходит извне. Просто у учёных появляется, можно сказать, страх изучать дальше, вот страх утратить своё сознание. Как будто бы есть непонимание, что с сознанием человек и так не расстанется до конца своей жизни. И вопрос только в том, сознание управляет тобой, либо ты, как Личность, становишься уже свободным от власти сознания. Да, получается, что просто сознание умалчивает, что свобода Личности — это есть жизнь в Духе. Потому что как раз жить Духом для сознания непонятно. А вот для духовно развивающейся Личности вот это естественно, естественно жить Духом. Конечно. Но опять видишь, вот как интересно, симметрично оно всё работает, даже бежит немножко впереди. Ведь только было привнесено, только начало развиваться. И тут же начались работы в этом направлении. А почему до этого не было? А почему до этого об этом не говорили? Хотя в религиях прошлого об этом всём говорилось. Пророки об этом и говорили. Это интересно. Да, только слышали ли их люди? Даже точнее, кто в них слышал и реагировал? Ведь сознание, оно же всё построено на гордыне, у него всё отдельно, очень дробно, непримиримо. Да, и, к сожалению, вот как сознание рабов системы дробит Знания, духовные привнесённые Знания и истолковывает их по-своему. Как сознание людей начинает переделывать эти Знания? Ведь это мы можем наблюдать сейчас, буквально на наших глазах это творится. А каким рычагом управляет система в головах людей? Гордыней. И рабы системы этого не замечают, потому что пелена гордыни и собственной значимости в их глазах. Да, и вот сейчас есть понимание, а почему система, почему сознание, когда привносятся духовные Знания, просто начинало закручивать свои гайки и в религии, и в науке, для того чтобы потом на этой основе сталкивать людей друг с другом. Вот хороший тому пример. Вот возьмём такую науку как приматологию, то есть науку об изучении обезьян. Ведь если почитать историю её становления, вот все эти трудности, с которыми она столкнулась, причём трудности в большинстве своём связаны именно с психологическим восприятием общества, вот этих результатов изучения и исследований биологии обезьян, биологии человека и сопоставления вот этих данных, то просто становится понятным, почему так произошло, почему люди так боялись любого отождествления себя с приматами и тормозили развитие данной науки. Конечно же, не последнюю роль здесь играл как раз религиозный аспект, и до сих пор есть распри по этому поводу. Ну а всё это потому, что в обществе уже, к сожалению, утеряны ключи к духовным знаниям, и есть непонимание людей себя, непонимание своей двойственной природы. Ну вот на примере приматологии можно же наглядно понять, как система на ровном месте создала большую проблему при помощи трактовки от сознания и столкнула людей, изучающих эту науку, и людей, изучающих религию, ну просто лбами. Совершенно верно. Об этом мало кто знает, потому что мало кто интересуется этим. Но в действительности вот развитие того же ребёнка и развитие обезьянки до определённого периода абсолютно идентично. Есть интересные работы по этому поводу. Да, это действительно так. И ведь этот факт зафиксировали учёные, хотя причина этого для них остаётся неизвестной, ну по крайней мере до выхода этой передачи. Но тут люди из разных религиозных организаций уже стали возмущаться на учёных. Подождите, а как же так? А как же вера? Ведь сказано в Библии, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Ну а что могут ответить учёные, если они ну тоже всего лишь обыкновенные люди, которые со знанием изучают материю? Они могут оперировать лишь фактами и гипотезами. Ну а тут ещё учёные обнаружили у шимпанзе именно способность к языковому общению. И это тоже обрушило шквал критики этих опытов, как следствие, так сказать, ещё одной религиозной травмы. Ну, в общем, нашла коса на камень. И пошла агрессия друг на друга, потому что в головах людей царит сознание. Сознание настолько запутало и ожесточило людей друг против друга, поймало их на гордыне, на страхе, на незнании и даже на терминах. Тут ведь даже слово «приматес», что с латинского означает «первенствующий первый», которым учёные и назвали в биологии отряд наиболее высокоорганизованных животных. Вот оказывается, что этот термин употреблялся в церковной иерархии. И не случайно же в 2006 году один из древних пышных титулов Папы Римского под общим названием «Патриарх Запада» был официально удалён из папской титулатуры. Ну вот в расшифровке этого титула там есть, конечно, целый ряд наименований, и среди них есть и титул «Приматус Италия». И вот этот титул указывает на то, что епископ Рима является первым среди равных в ряду итальянских епископов. Вот сознание просто шутит над людьми, оно суживает восприятие людей до точки конфликта. Ну вот если в целом просто посмотреть, что творится по миру, тут титулы убирают. За океаном спорят, устраивают обезьяньи процессы в противостоянии гипотезам, то есть выдумкам сознания. А в Индии так вообще создали культ Ханумана, вот этого бога обезьян, бога физической силы и магии. И чтят его, чтят как наставника в науках, причём это один из самых популярных в индуизме богов. И очень большое количество храмов ему посвящённых, алтарей с его изображением. Ну вот видите, как сознание работает. Да, беду творит сознание, ведь духовное оно не понимает и всё время извращает его суть. Совершенно верно. Вот людям просто не хватает понимания и примирения. Вот если бы они все знали, знали ответ на вопрос, что значит в действительности Бог создал человека по образу и подобию, что такое двойственная природа человека, то как подставляет сознание? И почему обезьяна живёт в каждом из нас? Вот если бы они знали ответы на эти вопросы, то не было бы и вопросов ни к религии, ни к науке, которая всего лишь изучает материю, но не более того. Ну а что касается приматологии, то действительно с фактами из биологии животного мира не поспоришь. Они даже наоборот открывают глаза на то, как работает сознание, как стандартно действует система. И вот в принципе, как вы нам ранее говорили, Игорь Михайлович, что на примере из зоологии, из тех же её дисциплин, как приматология, этология, изучая наблюдение за поведением животных, в том числе и людей, можно понять вот эти схемы, вот эти примитивные шаблоны системы, то, как она работает. Ну и, конечно, откровенно говоря, когда сама впервые столкнулась с изучением этого вопроса, для меня это было как ушат холодной воды на голову. Потому что получается, что человек думает, что он есть тело, что он есть мысли, он есть эмоции, он гордится этим. Но, сталкиваясь уже с приматологией, ты понимаешь, что в тебе так полагает именно обезьянья природа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok